Но, вбрасывая подобную информацию, его оппоненты как бы расшатывают нервы Ирика Ишмухаметовича и его команды и одновременно подталкивают его к какому-то решению. Это первый вариант. Осмелятся ли они начать увольнение работников БСК, начнут ли они кошмарить стереотомаг для того, чтобы продолжить шантаж руководству республики и общественности, пытаясь получить эту гору. И уже тут следствие может вплотную приблизиться к господам Броверману, господину Качкаеву, которые тоже очень активно поучаствовали на первом этапе в судьбе Миловского парка. Не уверен, что мы узнаем до конца и точно, что там происходит, но тем не менее даже в закрытом городе Межгорье у нас начали трясти людей Хамитова. Я так понимаю, что до сих пор Юмодилову было привычно шевелить какой-либо фалангой левой руки для того, чтобы суд принял нужное решение и вот внезапный облом. На какие эталоны ориентируется Рустам Закевич, я не знаю. Это, конечно, было бы бредом, если бы не предполагать о том, что господин Хамитов, окончательно приняв решение участвовать в выборах 2019 года, Было бы забавно, если бы Дима Чувилин прошел в госсобрании, потому что это был бы достаточно яркий и такой заметный депутат госсобрания, который имеет собственную точку зрения, пускай и весьма необычную. Прошедшая неделя, как ни странно, была богата разнообразными событиями. Вовсе не все они были связаны с результатами выборов, хотя и послевыборные процессы тоже происходят. Начнем по порядку, с самых значимых и важных. На мой взгляд, самым сенсационным событием было то, что связано с арестом прокурора советского района города Уфы, господином Гарифулиным. Об этом уже очень много писала пресса, разобрали порядок событий, действий и так далее. Потому что имеет смысл, наверное, углубиться не в само событие, а в подоплеку и связанные с ним обстоятельства. Я полагаю, что очень важным обстоятельством и очень важным критерием, которые нужно рассматривать по этому событию, является то, что в эту взятку, в этот криминальный эпизод вовлечены столь значимые фигуры в городе, как господин Армазанов. Судя по всему, господин Старов, а также вся эта история происходила в интересах господина Комлева, застройщика многострадального Миловского парка. Очень важно понять, чем вся эта история закончится, очень важно следить за тем, как она будет развиваться, и очень важно будет понять, в какую сторону пойдет дальше следствие. Насколько я знаю, на данный момент господин Армазанов все еще пребывает в состоянии свидетеля по делу, хотя непосредственно он передавал денежные средства прокурору советского района. Совершенно непонятно, как следствие будет формулировать мотивацию господина Армазанова, зачем он передавал эти деньги. Потому что первоначальная информация о том, что Армазанов действовал в интересах Комлева, разворачивает всю эту ситуацию в очень интересную плоскость. То есть, если это так, то мы начинаем обоснованно предполагать о том, что через прокуратуру советского района и вообще прокуратуру республики Башкортостан предпринималась попытка увести от ответственности господина Комлева и тем самым окончательно похоронить Миловский парк, пресекая попытки поиска имущества, пресекая попытки привлечения к ответственности виновных и так далее, и так далее. Кроме всего прочего, кроме вот этого странного пока статуса господина Армазанова, который почему-то остался свидетелем, хотя по нашему законодательству дача взятки ровно такое же уголовное преступление, как и получение взятки. Кроме этого всего нужно будет очень внимательно посмотреть, в каком порядке будут дальше привлекаться к ответственности действующие лица всей этой истории. Кроме арестованного на два месяца господина Гарифулина, то есть непосредственного взяткополучателя и оставшегося в непонятном статусе господина Армазанова, нужно будет проследить судьбу сейчас господина Комлева и, возможно, господина Старова. А также будет ли средствие погружаться в глубину всех обстоятельств дела, связанного с Миловским парком. Потому что если подтвердится версия о том, что вся эта взятка была именно в направлении увода от ответственности Комлева, то тогда нужно начинать разматывать весь клубок, всю цепочку виновников катастрофы Миловского парка. И уже тут следствие может вплотную приблизиться к господам Броверману, господину Качкаеву, которые тоже очень активно поучаствовали на первом этапе в судьбе Миловского парка. А именно на этапе распределения, выделения и загадочного исчезновения крупных сумм денег, в том числе выделенных из бюджетов федеральных организаций и ведомств. Также хотелось бы отметить, что на первом этапе странным образом скрывалась причастность господина Ромазанова к этой всей истории, но фото-видеоматериалы, которые были получены на первом этапе всей этой истории, не дают возможности усомниться в его причастности и в том, что он активно сотрудничал со следствием. А именно вот эти два кусочка, два стоп-кадра из двух видеороликов таким достаточно комическим образом показывают нам стопроцентную идентификацию господина Ромазанова в кадре. Несмотря на то, что лицо человека с ярко-желтым браслетом часов на кадрах оперативной съемки закрыто, мы видим на кадрах официального ролика, размещенного на ресурсе Горсовета, именно те же самые желтенькие часы. Господина Ромазанова, соответственно, мы проходим идентификацию депутата Горсовета по желтому спортивному браслету. Но это такая мелочь, вишенка на торте, это к тому, что усомниться в том, что господин Ромазанов мгновенно сдал всю конструкцию и в последний момент сотрудничал с оперативными работниками ФСБ и Следственного комитета, не представляется возможным. Вообще, все эти криминальные происшествия такого рода с участием подобных людей всегда, конечно, сопровождаются мгновенным предательством друг друга. Как только одного из них хватают за какое-то теплое мягкое место, они тут же сдают всех своих партнеров, подельников и заказчиков. Я думаю, что господин Ромазанов поступил именно таким образом. Ну, посмотрим, насколько следствие смогло расколоть его и насколько дальше оно сможет расколоть и Комлева, и Старова, и, возможно, Бровермана с Качкаевым. Как метко охарактеризовала эту неделю Даша Кочеренко, эта неделя какая-то судная неделя. Я говорю о суде, который проиграл президент адвокатской палаты Республики Башкортостан в отношении издания про УФУ и депутата госсобрания Ильгама Галина. Напомню, что гражданин Юмодилов подал иск о защите чести и достоинства в суд, предполагая, что издание про УФУ и лично Ильгама Ильусович Галин оклеветали, оговорили и всячески оскорбили его в печатном виде. Однако суд неожиданным образом принял сторону ответчиков, не увидев в публикациях, которые были представлены на рассмотрение суда, никаких оскорблений в адрес господина Юмодилова. И несмотря на яркое возмущение и размахивание руками адвокатов, которые представляли главного адвоката, отклонил иск господина Юмодилова в отношении издания про УФУ и Ильгама Галина. Судя по всему, аналогичный иск в отношении господина Буркина будет отклонен, наверное, по той же схеме, потому что было бы очень странно, если бы это было не так. Соответственно, мы начинаем наблюдать определенный юридический пока еще крах господина Юмодилова, который номинально являющийся самой верхней ступенькой в иерархии юристов Республики Башкортостан, не смог грамотно сформулировать и обосновать свой иск, не смог добиться его рассмотрения в суде, что, конечно, лишний раз говорит о той критически низкой квалификации адвокатуры, особенно ее руководство в адвокатской палате и достаточно самонадеянном подходе к судам. Я так понимаю, что до сих пор Юмодилову было привычно шевелить какой-либо фалангой левой руки для того, чтобы суд принял нужное решение, и вот внезапный облом. Кроме всего прочего, в той же истории прошло судебное заседание уже в отношении самого Юмодилова. Это более важный суд, суд, где иск предъявлен в отношении законности пребывания господина Юмодилова на посту президента адвокатской палаты. Здесь тоже слегка неожиданное развитие событий произошло. Еще четыре адвоката Республики Башкортостан подали аналогичные иски в суд в отношении господина Юмодилова. И суд, который рассматривал иск Буркина о незаконности пребывания Юмодилова на посту президента адвокатской палаты, объединил все эти пять исков в одно общее дело. И рассмотрение этого дела продолжится в сентябре. Будем внимательно следить за этим всем. Подытоживая вот эту судную неделю, хотелось бы сказать, что отрадно, что наконец-то суд начал рассматривать объективно все вещи, которые связаны с тем жутким бардаком, который творится в нашей адвокатской палате. Суд начал принимать во внимание аргументы, которые уже практически невозможно было не видеть. То, что касается оформления документов в Министерстве юстиции, которые были совершены с колоссальным количеством нарушений и так далее. Я надеюсь, что в конце концов, все-таки, несмотря на всю аффилированность, суд вынесет правильное решение в отношении господина Юмодилова. И это будет началом конца вот этой совершенно криминальной структуры, которая захватила власть и власти управления адвокатской палаты Республики Башкортостан. Невозможно обойти стороной тему БСК и разработки Таратау. На этой неделе мы были свидетелями появления в эфире «Эхо Москвы» генерального директора БСК господина Аньен Дока. Честно говоря, я с любопытством выслушал его речи, но, к сожалению, ничего нового он нам не сказал. Хуже того, он в достаточно примитивной форме подтвердил позицию БСК, позицию вымогателя и шантажиста. Господин Аньен Док с присущей азиатскому менталитету, холодностью и цинизмом заявил о том, что вариантов, кроме как разрабатывать Таратау, у Республики нет. Любопытно, что господин Аньен Док окончательно нивелировал позицию госпожи Бортовой в иерархии БСК, заявив, что она ничего не понимает в конструкции предприятия и вообще нечего ее слушать, а я тут генеральный директор. Кроме того, 68-летний заслуженный химик продемонстрировал достаточно циничное безразличие к той территории, на которой ему приходится сейчас работать. А именно он дал понять, что абсолютно не в курсе того, что такое Башкирия, заявив, что он не знал о том, что река Белая и Акидель это одно и то же. Но это, конечно, такая мелочь, она достаточно симптоматичная. Но мы увидели человека, который не то чтобы пытается решить проблему, а который, ехидно улыбаясь, сообщил нам, что вариантов нет и вопрос уже практически решен в его представлении. Ну, посмотрим. Конечно, это был, наверное, последний контакт широкой публики с администрацией БСК, потому что, вероятнее всего, далее уже ни аргументов, ни людей у них не осталось. И конфликт перейдет в подковерную сферу. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы не увидим никого из них в публичном пространстве, потому что аргументы они свои нам уже все сообщили по очереди. Аргументы эти достаточно примитивные и понятные. Это шантаж, вымогательство. Посмотрим, смогут ли они перейти к активным действиям, осмелятся ли они начать увольнение работников БСК, начнут ли они кошмарить стереотомаг для того, чтобы продолжить шантаж руководству республики и общественности, пытаясь получить эту гору. Однако я в речах господина Аньяндока не обнаружил ничего нового в плане юридической, законной аргументации. Он достаточно примитивно манипулировал юридическими понятиями, ссылаясь на какие-то несуществующие прецеденты и так далее. В общем, будем внимательно наблюдать развитие событий, посмотрим, насколько БСК сможет изменить ситуацию. На данный момент она осталась прежней, той же примитивной конструкции, пришедшей в состояние ступора. Возможно, после выборов начнутся какие-то другие события. Будем посмотреть. На прошедшей неделе не обошлось без поствыборных скандалов. В этом сезоне главным поставщиком скандалов у нас является КПРФ. И КПРФ продолжила эту череду. Я говорю о том, что произошел конфликт между господином Чувилиным и рискомом КПРФ Республики Башкортостан. И заключен он в том, что удивительным образом Дмитрий Чувилин, оказывается, прошел у нас в состав госсобрания Республики Башкортостан. Те, кто знают, кто такой Дима Чувилин, понимают всю комичность и сюрреалистичность этой ситуации, чтобы господин Чувилин, известный активист Левого фронта, и заводила на всевозможных заказных митингах нефтекамские в Уфе, вдруг попадал в законодательное собрание Республики Башкортостан. Но, тем не менее, формально Дмитрий Чувилин проходит в состав госсобрания и риском КПРФ, срочно собрав заседание, я не знаю, как это называется, райком или какой-то высший орган республиканского отделения, решением этого органа в количестве шести человек, приняли они решение о том, что Дмитрий Чувилин должен передать свой мандат какому-то хорошо обеспеченному менеджеру КПД. И, я так понимаю, Дима Чувилин не до конца согласен с подобным решением. В общем, возникло некое препирательство, сейчас риском бегает между ЦИКом РБ и Белым домом, консультируется, как это сделать все законно. Закон весьма туманно характеризует эту ситуацию и не до конца подтверждает возможность руководящих органов партии исключать из списка прошедших депутатов кого-то персонально своим решением. В общем, я думаю, что на следующей неделе мы увидим финал окончательной этой всей истории. Было бы забавно, если бы Дима Чувилин прошел в госсобрании, потому что это был бы достаточно яркий и такой заметный депутат госсобрания, который имеет собственную точку зрения, пускай и весьма необычную. Однако шансов, конечно, немного. Я думаю, что и ЦИК РБ, и всякие наши суды встанут на сторону господина Кутлугужина и хорошо обеспеченного, видимо, оплатившего прохождение в госсобрание кандидата от КПРФ. Ну, ладно, посмотрим. Тем не менее, это яркое такое событие, о котором стоило упомянуть. Кроме всего прочего, надо констатировать то, что скандально известный застройщик жилого комплекса «Цветы Башкирии» господин Абызов, судя по всему, не проходит в госсобрание к вящей радости обманутых дольщиков этого жилого комплекса. И на будущее стоит обратить внимание на то, как же будут исполнены обещания господина Миронова, который, приезжая в Уфу перед выборами, громогласно обещал, что жилой комплекс «Цветы Башкирии» будет точно достроен. Я думаю, что дольщикам этого жилого комплекса теперь имеет смысл обращаться непосредственно к господину Миронову с требованием исполнить его обещания. Дольщиков Серебряного ручья Я опубликовал пресс-релиз, в котором сообщают о том, что получены все разрешительные документы от Уфа-Водоканала на 9-10 дома в Серебряном ручье. Это не может не радовать. Как я уже говорил и предсказывал, то, что 7-й, 9-й и 10-й дома, по всей видимости, конечно, будут сданы в обозримом будущем. Я не уверен, что до конца этого года, но в ближайшие 3-5-4-6, я не знаю, сколько месяцев, наверное, эпопея с этими домами завершится. Как мы все помним, 19 апреля господин Хамитов громогласно объявил план решения проблемы обманутых дольщиков. Мы все помним, что все это было сделано в панике перед выборами, когда из Москвы прилетело указание немедленно утихомирить эту гигантскую проблему, которая расползается по всей республике Башкортостана. И Хамитов тогда в планике наобещал стрекороба, а именно он обещал, что в течение 18-го года будут сданы 37 проблемных домов. Однако мы понимаем, что это обещание точно выполнено не будет, и уже начинаем считать на пальцах. Сданы два дома в Миловском парке, которые и без того были готовы. Вероятнее всего, сдастся седьмой дом в Серебряном ручье. Может быть, сдадутся дома 9-10 в 2018 году или в начале 2019 года. И вот, собственно, все. Если еще где-то посмотреть какие-то объекты, то, возможно, 5 или 6 домов в общей сложности по республике наберется из 37 обещанных. Но, тем не менее, порадуемся за дольщиков 9-10 домов в Серебряном ручье. Процесс по их сдаче все-таки худо-бедно идет. На фоне участившихся арестов прокуроров, чиновников мэрии и прочих проворовавшихся граждан в пору уже заводить в наших выпусках рубрику «Еженедельник арестов». В рамках этой рубрики можно отметить, что на прошлой неделе прошли обыски и задержания в городе Межгорье. Это закрытая территория в непосредственной близости от Белорецка. Традиционно об этом населенном пункте малоизвестны и никаких новостей не происходит. Но вот в этот раз силами Федеральной службы безопасности и, насколько я понимаю, Следственного комитета были произведены оперативные действия в отношении мэра этого города и еще одного чиновника из сферы водоотведения. Судя по всему, обнаружены какие-то серьезные нарушения злоупотребления. Суммы и сущность этих злоупотреблений пока не опубличены. Не уверен, что мы узнаем до конца и точно, что там происходит. Но, тем не менее, даже в закрытом городе Межгорье у нас начали трясти людей Хамитова. Вообще, конечно, количество чиновников, лично назначенных самим Хамитовым, которые подверглись всевозможным преследованиям со стороны правоохранительных органов, уже зашкаливает. Это превращается в рутину и наводит на мысли о совершенно чудовищном состоянии кадровой политики и подходов к назначению со стороны Хамитова. К сожалению, пока это не вызывает никаких выводов и рассуждений где-то там, не знаю, в федеральном центре или еще где-то. Ну, в общем, продолжаем наблюдать аресты, обыски, выемки и прочие безобразные события в отношении чиновников Республики Башкортостан. На фоне закономерной тишины в теме выборов, ну, выборы закончились, и, как бы, вроде говорить стало не о чем на эту тему, внезапно в этой тишине появился Рустем Хамитов, который смело похвалил сам себя. Я осмелюсь процитировать Рустема Закиевича. Он заявил следующее. «Башкирия приближается к эталонам справедливых конкурентных выборов». Честно говоря, меня эта фраза просто ошеломила вообще. То есть, что повергло Рустема Закиевича к подобному выводу, что его, значит, навело на эту мысль, я не знаю. Полагаю, что тут, конечно, он как-то, видимо, это совсем перебрал уже планку. «Башкирия», как известно, это центр фальсификации и применения всевозможных грязных технологий на выборах. От выбором к выборам «Башкирию» постоянно критикуют, в том числе и на федеральном уровне. Мы помним, как в 2016 году Элла Панфилова рвала металла, значит, пытаясь избавить «Башкирию» от Хайдара Валеева. Мы помним о том, как этот чудесный председатель ЦИКа РБ был уличен в фальсификации собственной диссертации. Мы помним количество вбросов всевозможных каруселей и так далее, и так далее на всех выборах. Мы прекрасно понимаем, что на этих прошедших выборах чуть ли не вдвое была завышена явка избирателей, и вдруг Хамитов заявляет, что мы приближаемся к эталонам. На какие эталоны ориентируется Рустам Закевич, я не знаю. Это, конечно, было бы бредом, если бы не предполагать о том, что господин Хамитов, окончательно приняв решение участвовать в выборах 2019 года, и вознамерившись остаться в республике главой еще на один срок, судя по всему, он начинает готовить для себя некую такую логическую основу для того, чтобы примерно при помощи тех же технологий, которые ему обеспечивает господин Валеев, прийти к власти и остаться у власти в 2019 году. Иного объяснения я не знаю, потому что столь смехотворное и, в общем-то, постыдное заявление сделать на фоне того, в каком виде прошли выборы в республике Башкортостан, ну, нельзя было делать хотя бы из соображений самосохранения. Однако вот господин Хамитов утверждает, что Башкирия практически приблизилась к эталонам чистоты выборов. Видимо, Швейцария, Эстония и прочие демократические страны, в которых выборы проходят действительно честно, отдыхает и нервно курит в сторонке, а Башкирия перехватила пальму перенства по части честности выборов. Ну, в общем, жалкая картина, однако она тревожная, потому что все мы понимаем, сколь чудовищными будут последствия переизбрания господина Хамитова на пост губернатора республики Башкортостан в 2019 году. И, наверное, уже надо начинать готовиться к тому, чтобы попытаться не допустить этого осенью в 2019 году. Конечно же, нельзя обойти стороной главную интригу поствыборной недели – это интрига вокруг Ирика Елалова. Сетевые издания и некоторые региональные вкладки федеральных изданий разразились статьей о том, что господин Елалов все-таки покидает город Уфу в качестве мэра, он уходит куда-то, куда-то. Уже перестали говорить об его уходе в Совет Федерации, но настойчиво курсирует информация о том, что 22 числа состоится решение партии «Единая Россия» о том, кто кому как передает мандаты. Они, значит, там сейчас будут смещаться, переходить из рук руки в связи с выбыванием какого-то количества кандидатов и уже депутатов из списка, а 27 числа якобы Горсовету будет предложено проголосовать за нового мэра города Уфы. Я затрудняюсь подтвердить или опровергнуть эту информацию, потому что реально информации от самих участников этого процесса нет вообще. Есть только как бы агентурные сведения, какие-то в кавычках информированные источники, и потому всю вот эту интригу можно охарактеризовать несколькими объяснениями. В частности, можно, во-первых, это, конечно, расценивать как некую информационную атаку на Ирика Елалова, который не собирается покидать пост мэра, но, вбрасывая подобную информацию, его оппоненты как бы расшатывают нервы Ирика Ешмухаметовича и его команды и одновременно подталкивают его к какому-то решению. Это первый вариант. Второй вариант, что да, все-таки Рустему Хамитову удалось убедить Ирика Елалова в том, что ему нужно покинуть республику Башкортостан. Ирик Елалов действительно стал реальным конкурентом для Рустема Хамитова на политическом поле. В последнее время Ирик Елалов выглядит более убедительно вообще, чем господин Хамитов, тем самым нивелируя и без того слабенькую позицию Рустема Закиевича на политической арене Республики Башкортостан. Ну и третий вариант – это некие интриги со стороны оппонентов и конкурентов Ирика Елалова на пост мэра. Вот тут надо бы, конечно, задуматься, а кто на самом деле мог бы сейчас претендовать на пост мэра из числа городских и республиканских элит. Называлась фамилия Трухана. Однако после его провала при утверждении, попытке утверждения его на пост руководителя администрации главы региона, я осмелюсь предположить, что есть какой-то эпизод в его биографии, который очень сильно не устраивает федералов, а именно ПФО и администрацию президента Путина. Что-то такое Трухан натворил то ли в Крыму, то ли еще где-то, но в общем его не согласовали. И не факт, что его согласуют на пост мэра Уфы. Еще называлась фамилия Нагорного, но я очень надеюсь, что токсичность этого персонажа и его результаты на посту руководителя администрации Хамитова не позволят даже Хамитову совершить этой роковой ошибке и назначить господина Нагорного мэром Уфы. Более, скажем, значимых фигур, кроме этих двоих или двух этих версий, я пока не слышал. Конечно, обсуждалась кандидатура господина Кельсинбаева, но, на мой взгляд, пока господин Кельсинбаев не дотягивает до масштабов руководства миллионным городом. Ну, хотя в нашей политической среде случаются такие необычайные ходы, что это тоже может быть реальным. Хотя шансов, конечно, Кельсинбаева я даю довольно мало. И, в общем-то, больше нет реальных претендентов, кроме каких-то темных лошадок, о которых мы не слышали и не знаем, но которые могут выскочить в какой-то последний момент. В общем, я думаю, что в ближайшие 10 дней или 11 дней эта интрига окончательно разрешится. Мы поймем, кто где остается и кто куда уходит. И, в принципе, заживем уже в новой данности, в новой политической конструкции, которая, кстати говоря, и внутри Белого дома тоже будет интенсивно меняться в ближайшие пару недель. В общем, мы с интересом наблюдаем за всеми этими перестановками. Редактор субтитров А.Семкин